Многие из нас попадали в ситуацию с плохими картами, и часто казалось, что мы уже обречены на проигрыш. В этом видео я покажу, как действовать в ситуации, когда у вас нет козырей, а точнее, какая программа поможет нам обыграть соперника в подобных неудачных играх. Но прежде хочу рассказать о спонсоре, нашей рулетке по Дурак Онлайн. Тут вы можете выиграть кредиты и коллекционные смайлы. Всем новеньким дается 50 тысяч кредитов на тест, которые вы можете вывести, или поставив их, выиграть еще большую сумму. А где ссылка, я думаю, вы знаете сами. Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько наш Дурак Онлайн огромен? Ради интереса я посчитал, не вручную, конечно же, что каждый день игру посещает порядка 100-200 тысяч человек. Немало, не правда ли? Огромное количество игроков проигрывает свои кредиты. Тысячники проигрывают 10-тысячникам, а те – миллионникам, которые, в свою очередь, продают валюту обратно тысячникам. Согласитесь, забавно выходит. Тем не менее, на все проигрыши есть свои причины. А точнее, плохой интернет у игрока, глюки на стороне серверов игры, а главное – это незапоминание ушедших карт. Каким образом мы сможем продумать ходы наперед, если понятия не имеем, какие карты у соперника? Именно в этом нам поможет сегодняшняя программа. Называется она «Помощник дурака». К сожалению, запускается она только на ПК, но для тех, у кого нет компьютера, есть упрощенная версия на сайте. Откроем программу. Нас встречает довольно простой интерфейс. Кнопкой «Мои» мы помечаем свои карты. Кнопкой «Чужие» – карты соперника. Отбой – это карты, ушедшие в бита. А отмена – отменяет ваше предыдущее действие. Можно отменить не больше двух действий. Для того, чтобы увеличить колоду, жмем «Сет». Толщина колоды и выбираем количество карт. Для того, чтобы выделить козырь, жмем «Сет». Козырь и выделяем масть. И для того, чтобы запустить новую игру, жмем на число в левом нижнем углу. Также вы можете настроить себе самые различные рубашки карт и колоды. Но и небольшой минус присутствует. Маленькое окно программы нельзя увеличить. На этом основной функционал программы на ПК заканчивается. Есть версия программы на сайте, где уже нельзя отменить свои карты. Но есть так называемый «сложный режим», в котором мы можем отмечать ушедшие карты в играх даже на трех и четырех игроков. Сейчас я продемонстрирую помощник на компьютер на конкретном примере в игре. Поставим медленную игру для удобства. В самом начале у нас образовалась очень плохая ситуация. Придется поднажать. Отметим свои карты. Отмечаем ушедшие карты. И ходим. Параллельно отмечая карты. К сожалению, ситуация особо не улучшилась. У нас прибавился только один козырь. Так. Вальта или короля козырного противник сейчас навряд ли даст. Кроемся. Отмечаем свои карты. И получаем руку нашего соперника. Карты соперника на порядок лучше. А выиграем ли мы тут вообще? Немного поразмыслив, у меня появилась идея. Оставить сопернику две карты, девять и туз. Одну из которых он даст, а мы спокойно покроемся. Готово. Помощник прекрасно справился со своей задачей. А точнее, вытащил нас из целых двух ситуаций. Где у нас было ноль козырей и один козырь. Вообще, в качестве помощника рекомендую использовать свою голову. Как это делают профессиональные игроки. Так игра будет максимально честной. И недаром программа называется «Помощник дурака». Ладно, больше не буду вас задерживать. Но не забывайте про наш сайт, где вы можете получить начальный капитал для игры. Ну и, если ты для себя узнал что-то полезное, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Только так я пойму, что ролики действительно стоит продолжать делать. Пока.